Давайте рассмотрим еще одну задачу Нахождение неподвижной точки функции f Неподвижная точка Это такая точка, что fx равно x И один из способов нахождения такой неподвижной точки Это последовательное применение функции К результату применения функции Что-то вроде f от x Дальше f от f от x f от f от f от x И так далее И спустя некоторое количество шагов Мы подойдем к точке, вокруг которой будем продолжать движение И если движение от этой точки не очень большое То можно сказать, что мы примерно нашли неподвижную точку И опять же нам нужно задать какой-то критерий Критерий, который будет С помощью которого мы сможем проверять Достаточно ли это хороший для нас ответ И как обычно критерий Это будет разница с каким-то очень небольшим числом Поэтому для начала давайте зададим этот критерий Я назову его tolerance И это будет просто очень маленькое число Что-то вроде такого Окей Давайте теперь напишем процедуру Она будет называться Fixed point Неподвижная точка И она будет принимать функцию Собственно функцию неподвижную точку Которую мы ищем И начальное значение Какое-то значение, с которого мы начинаем наши поиски И назовем его first guess Окей Для начала нам нужно написать Идею вот этого критерия остановки Как обычно оно будет называться что-то enough В данном случае close enough Это будет функция Находится она в этом же блоке Как мы обсуждали ранее Close enough И принимает она два значения V1 и V2 И мы здесь будем проверять Как обычно Абсолютное значение разницы V1 и V2 Иными словами просто расстояние между V1 и V2 Будем его сравнивать с этим маленьким числом Если это расстояние меньше этого маленького числа То есть это очень маленькое расстояние между этими двумя значениями То close enough нам вернет true И это будет означать что Все, можно останавливаться Окей Теперь Напишем процедуру Которая будет называться try Это будет один шаг Вот такой вот И она принимает естественно guess И guess В нашем случае Ну здесь будет x Здесь будет f от x Здесь будет f от f от x И так далее Чтобы работать внутри этой процедуры Нам нужно найти следующее значение И мы скажем что next Такой идентификатор Это будет результат выполнения функции f С guess То есть мы находим f от x Ну и проверяем Если Текущий guess и следующий Достаточно близки То есть мы дошли до того момента Когда следующее Применение этой функции Не очень сильно отдаляет нас от текущего положения То нужно вернуть это next И это и будет наша Примерная неподвижная точка Удовлетворяющая критерию В ином случае нам нужно продолжить Нам нужно сделать try И next И это вызовет f От предыдущего fx Ну и собственно Мы только написали эту процедуру Нам нужно ее вызвать Try И мы начинаем с этого First guess Вот так это выглядит И В качестве примера Мы можем Найти Неподвижную точку Косинуса И начнем с единички И в итоге у нас получится Что-то вроде 0,7,3,9 И так далее Мы можем Так же Как в любом другом случае Сюда передавать Лямбду И задавать Функцию на лету Пусть это будет функция Вот такая будет функция Синус y Плюс Косинус y И тоже начнем с единички И это нам вернет Что-то вроде 0,2,5,8,7,3 И так далее Этот процесс Похож на Поиск корня Который мы Использовали до этого Мы двигались В каком-то направлении И просто обозначили Ту точку В которой Мы считаем Что ответ достаточно Неплох Корень Нахождения корня От x Это То же самое Что В принципе То же самое Что нахождение Неподвижной точки Потому что Корень от x Можно выразить Следующим образом Это такой y Что Y в квадрате Равно x Или y Умножить на y Равно x Или y Равно x Деленая на while И Мы можем найти Неподвижную точку Вот этой функции И это будет Корень Квадратный корень Икс И В следующем Модуле Я объясню Как это сделать